У нас на очереди прямая трансляция с нашим корреспондентом Надеждой Семендиаевой. Ой, смотри, всё, книжки взяла в руки и практически села за парту, но, по-моему, это не первые уроки, а группа продлённого дня. Да, у журналистов. Мне кажется, ей там очень нравится, я предлагаю... Надя, давай, делись по-другому. ...расспросить у неё, да, чем она там занимается. Доброе утро, ребят, умоляю, не отвлекайте. На самом деле, шучу отвлекать, и, конечно, просто книга здесь очень интересная. Ещё у меня здесь есть интересная игра и много ещё чего. Ребят, мы находимся на действующем занятии, на реальном занятии группы продлённого дня. Оно у нас утреннее, потому что вот рядом со мной находятся ребятишки, учащиеся вторых-третьих классов. У них сейчас занимаются дошкольной работой, как раз учат уроки. Ещё раз читают все тексты, которые им уже сегодня днём нужно будет на уроке чтения рассказывать. А вот рядом со мной находится Курыгина Ольга Валерьевна, заместитель директора школы номер 151. Вот по всем вот этим делам начальной школы. Ольга Валерьевна, расскажите, пожалуйста, группы продлённого дня начали свою работу. Расскажите, по какому графику работаете и что даёте детям? Группа продлённого дня в нашей школе начинает свою работу в 8.15. С 8.15 в течение 30 минут мы принимаем детей. Они спокойно в своём графике приходят, раздеваются, располагаются и начинают подготовку к своим непосредственным учебным занятиям. Безусловно, группа продлённого дня работает по определённому режиму. Мы принимаем детей, мы гуляем с ними, у нас есть утренняя прогулка, у нас есть завтрак, обязательно самоподготовка, прогулка перед уроками. Затем ребятишки уходят на уроки, возвращаются после уроков, потому что уроки заканчиваются в 5, а группа продлённого дня работает до 6. Они могут вернуться и до 6 часов побыть в группе продлённого дня. Ну и обязательно, конечно, игры по интересам. Вот сейчас большая часть детей занимается, а часть детей ушла на занятия по музыке. Ну, таким образом построен день утренней группы и приблизительно по такому же режиму построен день и вечерней группы. Скажите, пожалуйста, что ещё даёте, кроме того, что это дополнительное образование? Не просто же родители вот ушли и, слава богу, их ребёнок здесь, он не где-то на улице, они уверены, где он, что он в школе, что-то живет. Даёте важное, вот какие-то, может, методика здесь своя у группы продлённого дня. Ну, безусловно, здесь определённый режим, мы приучаем ребёнка жить и работать по режиму. В наше такое сложное время, да, насыщенное, это очень важно. Затем они же здесь из разных классов дети собираются, они учатся толерантности, более младшие дети обучаются, ну, так скажем, жить с более старшими ребятишками. Безусловно, социализируются, это тоже очень важно социализируются. Я согласна. Итак, привет, я, по-моему, Злата зовут, да? Злат, скажи, пожалуйста, вот как тебе в группе продлённого дня, какие эмоции от учёбы здесь? Ты разволновалась, моя девочка. Ну, вообще нравится, тебе нравится в группе продлённого дня? Да. А что именно, за что любишь? Ну, то, что можно прибыль почитать. Угу, вот, у нас девчонки волнуются, видите, мы сильно, сильно мучить не будем. Давайте, Ольга Валерьевна, лучше спросим, Ольга Валерьевна, все ли могут попадать в продлёнки вообще, какова процедура записи? Или могут все, вот, например, родители к вам обращаются, говорят, мне некогда, я вот слишком занят, хочу, чтобы ребёночек у меня ходил. Какова процедура? Ну, вообще, по идее, по закону, любой желающий родитель вправе подать заявление, и мы его зачисляем в группу продлённого дня, то есть по согласию родителя. Заявление подаётся классному руководителю, после этого мы комплектуем группы. В этом году все желающие в нашей школе были обеспечены местами в группе продлённого дня и ходят, занимаются, кто-то с утра, кто-то вечером. То есть, по факту, вы всех желающих обеспечиваете вот этой вот возможностью, да? Стараемся обеспечивать всех, бывает по-разному. Конечно, вот в прошлом году у нас были большие трудности с местами в группе продлённого дня, в этом году как-то немножко попроще, но в принципе всех желающих детей, которые хотят посещать, мы, конечно, обеспечиваем. Ну а всем родителям, школьникам хочется напомнить, что группы продлённого дня работают при каждом, при каждой школе, и сюда попасть несложно. Помните, что здесь не только расширяется кругозор ребёнка, но ещё ребёнок социализируется, потому что группа не только своего класса здесь получается. Ну что, Серёжа и Настя, я с вами попрощаюсь, до встречи в студии. Большое спасибо, Надежда, за полезную информацию. Действительно, группа продлённого дня, настоящая находка и палочка-выручалочка для родителей, знаю об этом не понаслышке. Продолжение следует...